Слушайте, он на земле даже уже показывает Немножко поздновато я камеру включил, но вот видите Сколько-то километров в час Говорит, что двигаемся Вот сейчас на нуле Погнали Работает Китайское чудо Так, а что у нас с ветром сегодня? Непонятно В какую сторону ветер-то Зафуфыривает О, у него еще и одометр есть Один километр пролетели Правда, единичка совсем спряталась В самом начале шкалы, в самую правую часть Или конец шкалы, как тут считать Начало, начало, наверное, слева Хотя с единицы же начинается Значит, начало справа Ну, камеру, наверное, не видно будет Один километр показывает Собственно Что там пикает? Собственно, зачем нам нужен GPS-спидометр? Если у нас есть указатель скорости Дело в том, что указатель воздушной скорости Он показывает всегда постоянную величину При ручке в балансире То есть, вот где-то 73-74 километра в час А этот, в зависимости от ветра Скорость показывает То есть, вот сейчас 86 Чуть-чуть влево берем 84 80 Айси вправо Сейчас мы найдем положение Которое четко идет по ветру 85 86 87 Ну Ну, 90 дай Дай 90 Дай, дай, дай 90 дай Опа, 92 Вот получается ветер А если еще довернуть? 90 Подожди, это сколько? 95 Ну да, все правильно Нет, это Что-то шкалы-то тут какие-то 80 85 90 95 Слушайте, как-то здесь Неравномерно Но не суть Смысл в том, что По GPS-спидометру Можно найти, в какую сторону дует ветер А для чего это нужно? А это нужно для вынужденной посадки Чтобы заходить против ветра То есть, если сейчас мотор глохнет Нам нужно сделать вот такую величину Ой Круголину Загогулину Так И вот смотрим, что получилось Воздушная скорость у нас как и была Сейчас она стабилизируется Вот она, 74 А здесь у нас 55 Ну, 56 где-то 55, 54 То есть, при вынужденной посадке Вот на то поле Вот так будет против ветра Вот для этого нужен GPS-спидометр Когда мотор отказал Ну и так до информации На маршруте Когда летишь далеко, допустим Чтобы знать Встречный ветер Или не встречный Потому что здесь-то показания Меняться не будут Они будут всегда Постоянный встречный ветер Попутный ветер Это воздушная скорость То есть Скорость аппарата Относительно воздуха Воздушной массы В которую он летит А этот прибор Показывает скорость аппарата Относительно земли А при вынужденной посадке Мы же на землю садимся Вот Поэтому нам надо Как можно меньше Скорость-то иметь Относительно земли А воздушность при посадке У нас будет обычная Поэтому Сваливание не произойдет Вот видите Мы до этого поля Прекрасно на холостных оборотах Долетели То есть Если бы движок отказал Ну чуть-чуть бы пониже Уже шли С отказом-то Движка Но все равно До поля долетели Правда Поперек борозд Получается Ну Поперек борозд Не проблема Они мягенькие Главное Чтобы против ветра Получилось бы вынужденное Собственно В последний момент Никто Не запрещает На высоте метров сорок Изменить курс И сесть Вдоль борозд Если не хочется Прыгать поперек А впереди столбики Поэтому надо набирать высоту Провода практически не видно Особенно вечером Поэтому столбы надо искать По столбам То есть провода искать по столбам Потому что столбы видно всегда Ну что, пока выключаемся Продолжение следует...